Сегодня библиотека мало похожа на саму себя в прошлом. Читателей, возможно, приходит сюда меньше, но в целом посетителей много. Дело в том, что в последние годы функции библиотеки расширились. Это досуговый, это культурный, это информационный, это деловой центр. Мы организуем конкурсы с хорошими призами, как правило. Вот сейчас у нас сегодня заканчивается конкурс буктрейлеров, тоже такое современное веяние. Меняется не только библиотека, ее сотрудники тоже становятся другими. Вспомните советское время. Образ библиотекаря тех лет четко вырисовывается в нашем сознании. Такая тетенька с пучком, отчетчики на глазах, как в мультике «Вовка в 30-м царстве», которая будет советовать книжечки, записывать формулярчики. Что бы ты еще хотел почитать, мой дружочек? Современные библиотекары – это и аниматор, и уверенный пользователь компьютера, и вообще человек творческий. Без любви к профессии убежден каждый, кто посвятил себя этой работе, в библиотеке делать нечего. Даже рутинная, казалось бы, работа приносит удовлетворение таким людям, как Елена Артамонова. Интерес и ответственность – вот что привлекает ее в работе. Каждая новая книга в библиотеке должна обрести свое место. Печатаем на нее карточки, ну, обрабатываем ее, как полагается в библиотечном деле, и раздаем по всем филиалам, которые у нас по району, в Ленинском районе. Скучно? Какое скучно! Во-первых, максимум внимания нужно, чтобы не растерять каждую копеечку, потому что книги очень дорогие. А это книгохранилище. Сюда обычные посетители не заходят. Здесь находятся вторые экземпляры книг и очень редкие экземпляры, которые можно, конечно, взять, но выдают их только пользователям с исключительной читательской историей. Идя в ногу со временем, библиотеки осваивают современные методы работы. Наша библиотека подключена к такому ресурсу, как ЛитРАС. Это возможность записаться в электронную библиотеку и, имея в наличии какой-то гаджет с выходом в интернет, возможность читать книгу онлайн. Учитывая интерес особенно молодых читателей к электронным книгам, это дает возможность сохранять любовь к чтению. И надо сказать, что дети – самая обширная категория читателей. Радует, что подрастая, наши читатели маленькие, из детской библиотеки перекочевывают во взрослую. С потерями, конечно. Но, тем не менее, все равно тенденция к тому, что они остаются в наших стенах.